Привет! В эфире программа Студлайф. Программа о настоящей студенческой жизни. И не откладывая в долгий ящик, передаю слово своим друзьям из Букэпа. Ой, Юль, привет! А ты чего с чемоданом? Так я только что с вокзала. А откуда ты приехала? А я приехала с Белоруссии. Ну что ты там делала? А я тебе сейчас расскажу. В город Гомель мы попали не случайно, а по приглашению Белорусского торгово-экономического университета. Целью нашего визита стал 4-й международный форум молодых ученых. Инициатором и организатором форума является Совет молодых ученых университета. Наш первый день начался с торжественной церемонии открытия, во время которой участники форума поприветствовали друг друга и обменялись благодарностями. Участникам необходимо было рассказать о своем университете и о городе, из которого они прибыли. Встреча завершилась исполнением гимна, который посвящен форуму молодых ученых в Милограде. Следующей нашей остановкой была экскурсия на завод Коминтерн. Здесь нас познакомили с технологическим процессом и продемонстрировали отдельные выставочные образцы новых коллекций. Второй наш день оказался не менее интересным. Он начался на базе отдыха Милоград. Студенты и сотрудники университетов участвовали в заседании секций, а также был проведен круглый стол дискуссии на тему актуальной вопроса теории и практики проведения научных исследований, где кандидаты наук поделились с аспирантами и магистрантами своим опытом в сфере написания и защиты диссертаций, а также ответили на интересующие их вопросы. Ну а мы, в свою очередь, не смогли остаться в стороне и рассказали о развитии студенческого телевидения Студлайф и пригласили всех желающих к сотрудничеству. По окончании заседания круглого стола были подведены итоги и вручены дипломы и сертификаты участникам. Да что тут рассказывать, это же студенческая жизнь, она скучной просто не бывает. Однако самым фееричным и незабываемым событием в этот день стал салют, подаренный участникам международного форума одним из представителей бизнес-сообщества. Я думаю, программа удалась. К нам приехали наши старые друзья. В первую очередь, это, конечно, букет наш любимый. Ребята очень хорошо поработали на секции, на круглом столе, раззнакомились друг с другом. Я думаю, для них это очень полезно. Добро пожаловать на форум молодых ученых «Милоград-2016». А, а я подумала, что ты в челноки решила податься. А ты, кстати, знаешь, что такие челноки? Нет. А мы тебе сейчас расскажем. В середине 90-х была такая профессия – челноки. Тогда, после распада СССР, люди отправлялись за границу, закупали товары и продавали его на рынке. А после снова отправлялись за покупками. Прямо как челноки. Туда, сюда. Вот именно таким челнокам и установлен в Белгороде в ноябре 2007 года памятник. Стоит он в самом подходящем для него месте, неподалеку от городского рынка. Композиция высотой 3 метра выполнена из бронзы белгородским скульптором Тарасом Костенко. Автор монумента считает памятник оптимистичным. Ведь молодые юноша и девушка затащили сумки на гору, а спуск горы всегда легче. Преодоление этой преграды считается символом перехода от старой жизни к новой. После появления памятника белгородцами была придумана новая примета. Если покрутить колесо тележки, которое символизирует собой колесо фортуны, и загадать желание, оно обязательно исполнится. Не только центр города украшен оригинальными скульптурами. Студенческий городок технолога, или как я его называю, кампус, пошел дальше. И по количеству скульптур на душу населения, и на один квадратный метр технолог превзошел гайд-парк. Вот, например, перед вами застывшая в бронзе иллюстрация к известному кинофильму «Операция И» и другие приключения Шурика. Самолично Шурик и Лидочка. Конечно, кое-кто увидит в них классических студентов-технологов, но для нас они навсегда Шурик и Лидочка. Что связывает Белгород и Пушкина? Пушкинская аллея в БГТУ имени Шухова, начинает которую скульптурная композиция Пушкин и Натали. А вот и они. Продолжаем пушкинскую тему. Как там у классика? Русалка на ветвях сидит. А вот и она. Еще одна гордость нашего кампуса – смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город и на статую науки, парящая почти в открытом небе. Красота! Не менее великолепен в своем полете и атлет, раскинувшие руки над центральным стадионом технолога. Есть в нашем кампусе и фигуры, с которыми связаны определенные легенды и мифы. Вот, например, девочка и собачка. Если потереть собачку в нужном месте в нужное время, обязательно в вашей жизни что-нибудь да и произойдет. Более десяти лет назад в нашем университете возродили движение студенческих отрядов. Об этом историческом событии нечеловеческим голосом вещает еще одна композиция – союз лопаты и гитары. Яростный стройотряд. И, наконец, главная гордость университетского кампуса – памятник великому ученому Владимиру Григорьевичу Шухову, чье имя технолог носит уже 10 лет – Шуховец. Это звучит гордо. Кстати, а вы знали, что студенты-технологы говорят на 36 языках мира? Теперь знайте, и вам с этим жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас приветствуют самые замерзшие участники команды «Судлайф» – студенты Белгородского университета кооперации экономики и права. Несмотря на то, что в середине месяца май огорчил нас плохой погодой, мы решили поднять себе настроение и посетить арт-фестиваль под открытым небом. Интересные мастер-классы и новые знакомства с творчеством мастеров ждали все 16 мая на Святотроицком бульваре. В этот раз будут представлены работы по трем темам. «Городская среда», «Старый и современный Белгород», «Город и горожане». Расскажите мне, пожалуйста, что это у вас за дом такой? Зачем рассказывать? Заходите, посмотрите. Ой, а мы же хотим сначала его узнать. Волшебная комната, которая маленьких людей делает большими, а больших – маленькими. Вообще. А там хорошая погода, а то сегодня на улице плохая погода. Вообще отлично, мы уже два раза от дождя прятались, вообще великолепно. Так что, если пойдет дождь, милости просим. А вы богатырь? Как бы, все туда. Все туда, да? А то вы какой-то прям грустный богатырь. А, ну думайте, думайте. Ну ладно, думайте, хорошо. Мы – научно-исследовательская группа молодежная, которая занимается изучением средневековой истории. То есть это все реально-реально, да? Да, 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 да. Все результаты нашего восстановления костюма, доспеха, предметов быта. Вот видите, у нас здесь и посуда, и одежда, и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что можно восстановить из средневековой культуры быта, мы восстанавливаем. Какой это пример? То есть то, для чего имеются научные данные точные. А это хоть век? Вот вообще век. Это вторая половина XIV века, так называемая высокая средневековья. Мы используем метод пооружения немножечко в историю. В этом нет никакого театра, никакой игры, мы этим не занимаемся совершенно. Но вот сама обстановка, большое количество этих предметов, она, конечно, позволяет лучше прочувствовать. Скажите, пожалуйста, что вы рисуете? Фонтан. А вы не замерзли здесь сидеть? Не, не замерзли. Три слоя, как капуста. Нормально. Творчество греет, да? Да, творчество. Здорово. Ай, вкусный чай. Ой, какой вкусный чай. Спасибо добрым людям, что они мне сделали такой вкусный чай, и ее согрелось. А я согрелась с помощью творчества, которое мы наблюдали сегодня на Адфестивале. ВСБОДРЯЛКА Шутки шутками о спортивно-патриотическому клубу «Белогор» БГТУ Минишухова уже два года. За это время классическая секция боевых единоборств превратилась в мощную спортивную организацию, известную и в Белгороде, и в других регионах. «Белогор» не только активно пропагандирует здоровый образ жизни, но и занимается духовно-нравственным воспитанием нынешней молодежи. Девиз клуба «Жить так, чтобы предки гордились, а потомки пример брали». Соответственно, сила духа, воли и стремление к совершенству в приоритетах белогорцев. В декабре 2013 года «Белогор» презентовал новый вид народного спортивного состязания – «Русская стенка» – симбиоз бокса и старинных кулачных боев. На данный момент прошло уже 9 турниров по «Русской стенке». Также состоялись показательные выступления на различных этнофестивалях – «Маланья», «Атмановские кулачки», «Московский пасхальный». Конечно, «Русская стенка» – это не единственное направление, которым занят «Белогор». В репертуаре клуба ежемесячные мастер-классы от именитых белгородских спортсменов, субботние ринги по кикбоксингу, экскурсии по заповедным местам области, межвузовские и межрегиональные турниры и даже благоустройство территории родного университета. Благодаря усилиям «Белогора» технолог обзавелся яблоневым садом. Здесь сплоченность, коллектив хороший, тренер, обстановка вот эта вся студенческая, ближе как бы к универу. «Белогор» вас ждет. Впереди у «Белогора» новые планы, новые задачи. Воспитание молодежи – дело сложное и требующее новых подходов и новых решений. «Они занимают в городе очень важные позиции по воспитанию молодежи у нас в университете. И в этом году на них возложена определенная миссия, я бы сказала, самая большая и важная миссия по историко-патриотическому воспитанию и развитию, возрождению исторических традиций, русских исторических традиций в рамках проекта, ну, я даже скажу, что межвузовского общероссийского проекта «Русь-Заповедная». Они явились инициаторами этого проекта, они главные реализаторы этого проекта. И сейчас мы с ними готовим программу, в которую будет привлечена широкая масса студенчества, студенческие команды различных вузов Белгорода, области, страны, для того, чтобы посостязаться в таких соревнованиях, как «Путь силы», в «Зорнице», в исторических реконструкциях. Затем они будут разрабатывать программы по выработке идеи, национальной идеи российской. Ну, очень большая программа, в которой, я думаю, очень интересно будет поучаствовать студентам. Не только нашего вуза и других. Вот и подошел наш выпуск к концу. Кто-то сейчас отправится готовиться к сессии, а кто-то писать диплом. Ну, а я в солярий. Скоро же открытие купального сезона. Нужно быть во всей красе. Ну и купить новый купальник. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!